Итак, уже сегодня жители, чьи дома находятся в ведении управляющей компании «Крепость», начали получать расчетки на оплату ЖКУ, где впервые отдельной строкой обозначен счет на оплату ресурсов на общедомовые нужды. В скором времени такие расчетки принесут каждому собственнику, и в управляющих компаниях справедливо решили, что новшество вызовет массу вопросов о населении. Предвосхищая ажиотаж в расчетно-кассовых центрах, мы попытались разобраться в этом вопросе. И первое, что надо сказать. Нормативно-общедомовые нужды разработан, утвержден и введен правительством Ямала-Ненецкого округа. Так, Ямал исполняет 354-е постановление правительства России, касающиеся правил предоставления коммунальных услуг собственникам в жилых многоквартирных домах. Администрация города, управляющие компании, а вслед за ними и жители Ноябрьска, постановление обязаны исполнять. А вот как это будет происходить и сколько придется платить по-новому в специальном материале выпуска. Итак, норматив потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды заработал. Первое, и об этом говорили уже не раз, общедомовые нужды – это уборка подъездов, технологические промывки сетей, плюс полив газонов летом. Вот практически все, что могут назвать специалисты. Второе – это тоже для многих не секрет. Общедомовые нужды идут на обслуживание общего имущества многоквартирного дома. В этот имущественный список вошли лестницы, лестничные пролеты, лифты, коридоры и другие помещения, которые принадлежат всем жильцам, а не отдельному человеку. В стандартных многоэтажках это примерно 10% от общей площади. Специалисты отмечают, что здесь важнее знать, что не вошло в общедомовой список. Это огромные по размерам подвалы и чердаки, ведь плата за общее добро напрямую зависит от его площади и еще от площади собственной квартиры. Чем больше личных квадратных метров, тем больше будет числиться и общих. Теперь главное. Общедомовой норматив на потребление коммунальных услуг, сокращенно его называют ОДН, разработан разный для разных категорий домов. Здесь главные параметры – этажность и степень благоустройства. В отдельную категорию выделены деревянные общежития до двух этажей. Чем руководствовались окружные эксперты в сфере ЖКХ, когда определяли размер норматива, пока непонятно. Но в итоге, по подсчетам местных специалистов, вышли вот какие цифры. Там 0,4 умножаем на 1000, получается 40. 40 литров на квадратный метр. Какой норматив в месяц? Да. Общежитие до двух этажей. Общежитие до двух этажей. Благоустроение. Возвращаемся к киевскому проекту. Норматив 0,08, метров кубический на метр квадратный. Переводим в литры, получается 80 литров. Очень сложно объяснить нашим жителям, откуда. Мы посмотрели ОДН, где-то вот пятиэтажный, четырехподъездный дом, 160 кубов ОДН. 160? 160 кубов ОДН идет в месяц. Куда у нас в северных наших условиях, куда можно вылить такое количество воды? Теперь о том, сколько за эти общие литры мы будем платить. Оговорюсь сразу, далеко не во всех случаях речь идет об увеличении денежных расходов. К примеру, люди, в чьих квартирах нет индивидуальных счетчиков, а их у нас в городе процентов 30, и чьи дома не оборудованы общими узлами учета, даже с новой составляющей в плате за ресурсы, они окажутся в выигрыше. Снижение именно и по, допустим, при отсутствии индивидуальных приборов учета норматив неизлся. Личное потребление, плата за личное потребление снижения, то есть в связи с уменьшением норматива и плюс еще. Даже с учетом отдельной платы за общедомовые нужды плата снизилась. Как говорят специалисты управляющих компаний, большей новостью общедомовой норматив будет для тех жильцов, у кого индивидуальные счетчики в квартирах стоят, а общедомового нет. Таким горожанам, а их в ноябрьске подавляющее большинство, придется раскошелиться. Но удивляет больше всего в этом всем, что те, которые квартиры оборудованные приборами учета, если квартира, допустим, номер 10, там, Иванов, оплачивал только по счетчикам, то теперь еще и до начисления по ОДН. Я сейчас держу перед собой платежечку однокомнатной квартиры, и она показывает мне ОДН, мне приборенный дом, 87-74, да? Ну и по двухкомнатной квартире это 132 рубля. Ну а в качестве кульминации новостей про норматив на общедомовые нужды, это то, что ждет жителей деревянных общежитий. Напомню, деревяшки выделены в отдельную категорию. Литраж на обслуживании общего имущества здесь в два раза меньше, чем в домах капитального исполнения, но норматив водопотребления увеличен. В итоге эти люди будут платить гораздо больше всех. Допустим, если увидеть итог, в целом норматив ранее действующий сравнивать с нормативом новым, то мы примерно, прикинули, исходя из конкретного дома, порядка до 400 рублей. Там 380 рублей получилось, именно услуги водоснабжения будут ведением. Ну, мы сравнивали общежитие, семья из трех человек. Площадь среднюю брали, мы 19 квадратов. И последнее. ОДН – величина постоянная, рассчитанная один раз и надолго. К слову, в Москве и других городах России вводить плату за общедомовые нужды решили не как у нас 1 января 2013 года, а перенесли на 2015. Ирина Потехина, Александр Иванов. Новости нашего города.